Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минско-городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. С начала года столичные спасатели потушили более 1800 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 25 человек. Еще 33, в том числе ребенок, пострадали. Минск чрезвычайный. В минувшую пятницу пожар случился в мусороприемной камере дома по улице Маяковского. Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении здесь произошло загорание ветоши. Работники МЧС спасли из мусороприемной камеры 62-летнего нетрезвого виновника пожара. Ему понадобилась помощь медиков. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован. Напомню, что неосторожность при курении – это основная причина пожаров и гибели людей от них. Тушили на минувшей неделе спасатели из загорания, возникшее в результате нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования. В квартире на улице Вакяна загорелся телевизор. В результате пожара повреждено имущество закопченной стены. И еще об одном похожем происшествии. В ванной комнате квартиры на улице Танка из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стиральная машина «Аристон». В результате этого происшествия была повреждена стиральная машина, закопченной оказалась и вся трехкомнатная квартира. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Чтобы избежать подобных ЧП, эксплуатируйте электроприборы в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. На минувшей неделе МЧС дало старт акции в Центре внимания дети, приуроченной к началу учебного года и направленной на профилактику травматизма и гибели детей в чрезвычайных ситуациях. Для этого спасатели проведут встречи с родителями, в том числе и в онлайн-формате, где расскажут о правилах безопасного поведения, которые должен знать каждый ребенок. Мероприятия пройдут и в крупных магазинах. Представители МЧС также заглянут и в дома некоторых минчан. При посещении семей спасатели предложат сдать экзамен по безопасности и получить сертификат. Площадками проведения мероприятий станут и общеобразовательные учреждения. Так в школах дети поучаствуют в тематических уроках и узнают, как себя вести в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Соблюдайте и вы правила безопасности и будьте здоровы. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.